НЕФТЬ Если емкость наших товаров слишком велика, она превышает в 2-3 раза больше аналогичные товары Европы, Америки, того же Китая, то бороться с ними за рынки очень тяжело. Повысить конкурентноспособность российской промышленности, а также сократить нерациональные траты природных ресурсов на жилищную сферу можно лишь путем эффективного расходования энергии. Это обыкновенная московская многоэтажка. При норме заселения 20 квадратных метров на человека общие годовые затраты тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение такого дома составляют порядка 150 киловатт-часов на метр квадратный. При этом около 12% из этого объема теряется через окна. Четверть тепловой энергии уходит через систему вентиляции, около 12% через стена и перекрытие, половина на горячее водоснабжение. Все эти показатели теплопотерь можно снизить. Однако есть ряд сложностей. Можно просто ограничить потребление воды. Но это не самый, наверное, хороший способ. Во-первых, это снижает комфортность лизни нашей. И во-вторых, наши коллекторы и очистные сооружения рассчитаны на определенное количество воды, затрачиваемой. Если мы будем потреблять меньше, сейчас уже тоже потребляется меньше, то могут возникнуть проблемы с очистными сооружениями. Проблематично уменьшить и вентиляционные теплопотери. По нормам воздух в жилом помещении должен почти полностью обновляться один раз в час. Поэтому сокращать его поступление нельзя. Однако неэффективный расход тепловой энергии можно снизить с помощью рекуперации. Рекуперация – это процесс, когда выходящий воздух отдает свое тепло входящему воздуху. Но для повсеместного внедрения такой вентиляции существуют свои препоны. Во-первых, большинство зданий в нашей стране и строилось, и строится с естественной вентиляцией. При естественной вентиляции невозможно делать рекуперацию. Надо делать механическую вентиляцию. Вот, это первое. Второе. В силу нашего климата не решен вопрос конденсации влаги. Сложность есть и при увеличении теплозащиты окон. Можно увеличить теплозащиту окон посредством установки дополнительного стекла третьего, посредством применения низкомиссионных покрытий, которые задерживают лучистую энергию, скажем так, в инфракрасном диапазоне, и посредством заполнения в стеклопакете вместо воздуха заполнять стеклопакет газами тяжелыми, аргоном, например. Посредством этого можно увеличить сопротивление теплопередачи окон на 30% против нормируемых сейчас, и даже вдвое можно. Но при этом вдвое увеличится и стоимость таких окон. Тем не менее, несмотря на все трудности, уже сейчас в стране есть дом, который не только максимально экономно расходует энергию, но и вырабатывает ее самостоятельно. Это первое в России здание, построенное по принципу «Эктив Хаус». Активный дом оснащен целым комплексом оборудования, направленным на выработку и эффективное использование энергии. При этом оно не наносит вред окружающей среде. Расходы на отопление и горячее водоснабжение такого дома, по словам разработчиков, не более 20 тысяч рублей в год. В содержании обычного коттеджа такой же площади, а это около 230 квадратных метров, обойдется его хозяевам в сумму около 200 тысяч рублей за тот же период времени. Экономить ресурсы автор проекта начали еще на этапе строительства. Термодревесина, чем хороша с точки зрения жизненного цикла, что по сути она не меняется в течение, может быть, даже нескольких сотен лет, потому что из нее полностью выведена вода, прошел процесс пиролиза, который приводится к слопыванию волокон дерева, и, соответственно, не происходит растрескивания, не происходит крабления и так далее. То есть мы этот фасад не будем ремонтировать очень много-много лет. Под фасадом дома находится каркасная стена. Каждый из ее слоев проложен утеплителем, что делает конструкцию однородной. Герметичность стене придает специальная пароизоляционная пленка. Ее алюминиевый слой не позволяет атмосферной влаге проникать в утеплитель. Это дало очень большой эффект. Если по СНИПам у нас герметичность 5 объемов в час, то в этом доме мы достигли 0,4, то есть в 10 раз выше. И более того, это в 2 раза выше требований даже немецкого института пассивного дома. Прогревается дом не только с помощью теплооборудования. Здание асимметрично. Большая часть его окон находится на южной стороне. По словам экспертов, благодаря панорамным сберегающим стеклам, поступления солнечной энергии превышают оконные теплопотери. Но основные мощности аккумулируют 13 солнечных коллекторов. Они также установлены на южном скате здания. В летнее и осенне-весеннее время коллекторы обеспечивают горячее водоснабжение и обогрев здания. Зимой, когда снежный покров не позволяет им работать на полную силу, включается геотермальный насос. Вот это, собственно говоря, сердце дома, где сконцентрировано все инженерное оборудование. Здесь мы видим геотермальный насос. Он у себя внешне даже похож на холодильник. И это, собственно, и есть принцип его работы. Недалеко от дома, на глубине нескольких метров, находится внешний блок геотермального насоса. На этом уровне грунт не промерзает даже самой холодной зимой. Насос забирает тепловую энергию земли и с помощью теплоносителя по трубам передает в здание, где она нагревает воду в тысячелитровом баке-накопителе. Из этого накопителя горячая вода поступает в систему горячего водоснабжения и теплого пола, который обогревает весь дом. Батарей в здании нет. Это головки моторизированные, которые регулируют теплый пол. То есть мы за счет них можем в разные помещения доставлять столько тепла, сколько нам необходимо. Управление дома осуществляется таким пультом. Их два. Один на первом этаже, другой на втором этаже. И в каждом помещении мы также можем не вставать с дивана, в общем, осуществлять те же самые функции. В каждом помещении мы можем контролировать уровень вентиляции, уровень температуры и уровень естественного освещения за счет штор, за счет маркизет, то есть наружную внутреннюю солнцезащиту. Энергию, необходимую для работы геотермального оборудования, дает солнечная батарея. Она установлена вертикально на южном фасаде здания. Выработанный ей один киловатт энергии, насос превращает в четыре киловатта. Сколько ресурсов дом вырабатывает и сколько тратит, то есть энергетический баланс здания, можно увидеть на специальном мониторе. Здесь мы видим, сколько энергии уходило на теплый пол, сколько уходило на вентиляцию и сколько уходило на охлаждение. Мы видим, сколько разной системы производят, сколько производят солнечные батареи, солнечные коллектора и геотермальный насос. В декабре, даже в январе, солнечная батарея, так как она расположена вертикально, она вырабатывала энергию. В сумме возобновляемые ресурсы обеспечивают дом больше, чем наполовину требуемой энергии. И этот процент можно увеличить. Больше мы не используем, хотя есть возможность, большой южный фасад, по той причине, что энергию нужно использовать аккумуляторы, потому что нет возможности отдавать в сеть, как, собственно, принято в Европе. Здесь, так как у нас нет возможности энергию отдавать в сеть, мы использовали минимальное количество на, так называемые, постоянные затраты. Иначе нам пришлось использовать аккумуляторы, а это, собственно, тот же самый вред природе. По словам экспертов, активный дом потребляет почти в пять раз меньше энергии, чем обычный, построенный без использования энергосберегающих материалов. Но и цена такого жилья еще значительно выше. Сейчас она составляет порядка 36 миллионов рублей. Около 40% из этой суммы идет на технологическое обеспечение здания. Но все это оборудование быстро дешевеет, и, возможно, у этого экспериментального проекта и есть будущее. У нас в России там достаточно дешевый газ, и можно там себе легко позволить топить улицу, как многие делают в деревнях. Это может быть еще не так злободневно, но уверены, что через 5-10 лет или, может быть, более длительный горизонт, если рассматривать, то экономичность и экологичность будут все важнее и все принципиальнее в нашей жизни. Мы рассчитываем вывести проект, разработанный на основе этого дома, на стоимость 55 тысяч рублей за квадратный метр дома с внутренней отделкой. И с вот этими инженерными системами, позволяющими жить уже в будущем сегодня. Пока это будущее не наступило, есть возможность повысить энергоэффективность уже существующих и строящихся домов. Снизить теплопотери зданий через окна, вентиляцию и горячее водоснабжение сегодня довольно сложно. Однако есть не слишком затратный способ увеличить теплозащиту стен. Это можно сделать с помощью навесных фасадов. Эта технология, она вообще выполняет две функции. С одной стороны, это действительно энергосбережение, энергоэффективность. С другой стороны, эта технология относится к области безопасности. Дело в том, что в случае отлучения источников тепла изнутри здания, стены, утепленные по такой технологии, отстывают значительно медленнее. А нагреть помещение внутри можно значительно быстрее. Толщина навесного фасада в зависимости от кривизны стены и количества утеплителя колеблется от 20 до 60 сантиметров. Сначала на стену ставят кронштейны, опорные детали. Затем выкладывают слой утеплителя. Чаще всего это минеральная вата, теплоизоляционный материал, сделанный из расплава стекла. Далее выставляют направляющие. Они служат основой для облицовки. В данном случае это декоративный бетонный камень. У стандартного кирпичного здания сопротивление теплопередачи стены, то есть показатель того, насколько хорошо оно сохраняет тепло внутри дома, равняется единице. Это вполне соответствует комфортному проживанию. У строений с навесными фасадами этот коэффициент, по расчетам ученых, увеличивается в 2,5 раза. Экономное и эффективное расходование энергии актуально не только в жилищной, но и в производственной сфере. Есть ли на определенном предприятии потенциал энергосбережения, выясняют с помощью энергоаудита. Это комплексное исследование всех энергозатрат компании. Обязательное энергетическое обследование. Необходимо пройти государственным органам, органам муниципальным, предприятиям, вдоль которых в собственности находится государство или муниципалитет. Это предприятия, которые занимаются транспортировкой или переработкой различных энергоресурсов. Предприятия, которые занимаются регулируемой, видимой деятельностью. И предприятия, совокупные затраты которых за календарный год на все топливоэнергетические ресурсы составляют более 10 миллионов рублей. Провести энергоаудит все вышеперечисленные предприятия должны до конца текущего года. Обследование состоит из нескольких этапов. На первом документальном аудиторы собирают всю бухгалтерскую и техническую информацию по энергопотреблению компании за последние пять лет. На втором этапе эти данные проверяют и дополняют с помощью инструментального аудита. Мы находимся в фармацевтическом предприятии, в цеху по упаковке таблеток. Будем производить замеры освещенности и пульсации данного помещения, рабочих мест. Это фармпредприятие входит в топ-15 ведущих компаний своего профиля. Ежегодно на заводе выпускается более 2 миллиардов таблеток и капсул. В ближайшем будущем компания намеревается войти в первую десятку. Мы собираемся расширять предприятия, строить новые участки, осваивать новые формы лекарственных препаратов. Среди них в ближайшее время мы запускаем ампульное производство, которое является более энергоемким. И здесь все больше и больше роль начинают играть именно те энергетические ресурсы, которые есть. В преддверии будущей модернизации энергоаудит существующих ресурсов фармпредприятия становится особенно необходим. Данное помещение относится по нормативам к помещению с высокой концентрацией внимания. Нормативы по освещенности это не менее 400 люкс и коэффициентом пульсации 10%. У каждого помещения в зависимости от его назначения существуют свои строительные нормы по освещенности и пульсации света. Эти показатели измеряют соответственно с помощью люкс и пульсметров. Световой поток попадает на датчик и преобразуется в энергию электрического тока. Она высвечивается на экране прибора в виде цифр. Результаты замеров освещенности и коэффициента пульсации показали, что освещение в норме. Наша рекомендация – заменить люминесцентные лампы на более энергоэффективные светодиодные, которые дадут экономию порядка 30% электроэнергии. На следующей стадии инструментального исследования замеряется фактический объем каждого помещения завода. Мы находимся в стадском помещении данного предприятия. У меня в руках ультразвуковой дальномер, который служит для того, чтобы мы посчитали точно объем данного помещения. Нам это нужно для точного расчета теплопотерь. Дальномер посылает лазерный луч, который, возвращаясь, сообщает расстояние до объекта, в данном случае до стены. Измерения нужно проводить в трех направлениях, чтобы определить длину, ширину и высоту. На основе полученных данных прибор сам вычисляет объем помещения. Этот показатель сравнивается с тем, что указан в техническом паспорте предприятия. И уже исходя из этого, делается теплотехнический расчет исследуемого места. О величине теплопотерь каждого здания можно узнать с помощью тепловизионного обследования. Белым цветом на экране тепловизора выделены места, которые теряют наибольшее количество энергии. Синим, соответственно, наименьше. Как видно на дисплее, самые значительные теплопотери у офисного здания завода происходят через окна и систему вентиляции. Однако у предприятия также есть такие источники неэффективного расходования энергии, которые можно обернуть в плюс. На данном предприятии используется чиллерная система охлаждения воздуха. Что такое чиллер? Чиллер – это такой же кондиционер, который стоит у вас дома, только очень большой, промышленный. Если вы сможете дотронуться до внешнего блока вашего кондиционера, который стоит у вас дома на улице, то вы почувствуете, как от него исходит тепло. Это, соответственно, идут теплопотери. Что же самое и на этом большом агрегате. Перед проведением тепловизионного исследования какого-либо объекта выставляется температура окружающего воздуха, а также материал, из которого он сделан, так как у каждого вещества свои коэффициенты теплопотерь. Принцип действия тепловизора основан на преобразовании инфракрасного излучения в электрический сигнал, который выводится на экране дисплея. На теплограмме заводского чиллера видно – на улице плюс два, а воздух, выходящий из внешних блоков кондиционеров, разогревается до температуры от 40 до 70 градусов Цельсия. Этот воздух можно использовать при вторичном обогреве этого же здания. Наше предложение в следующем. Мы предлагаем здесь построить защитный кожух или воздуховоды, которые будут улавливать этот теплый воздух, и мы можем его опять использовать в помещении для его обогрева. Данные фармпредприятия довольно рационально используют свои мощности. Но, как показал энергоаудит, и у него есть потенциал для энергосбережения. Информацию о том, в каких областях и как его можно реализовать, а также все результаты обследования получаемых и расходуемых ресурсов компании аудитор вносит в энергетический паспорт предприятия. По результатам энергетического обследования и тех данных, которые мы пишем в энергопаспорте, предприятие реально с этими данными может выходить на энергосервисный контракт. То есть, по факту, мы являемся первой ступенью для того, чтобы предприятие приняло решение, им интересно заниматься энергосервисом в дальнейшем или нет. Энергосервисный контракт – это договор на внедрение энергосберегающих технологий. Его заключают между собой предприятие, которое нуждается в модернизации энергоносителей, и энергосервисная компания, которая будет ее проводить. На одном из крупнейших заводов страны по производству автомобилей уже несколько лет успешно реализуется подобная программа. Мы имеем достаточно устаревшее энергетическое оборудование, поэтому завод ежегодно выделяет определенные средства на замену, модернизацию, ремонт этого оборудования. Но этих средств, в общем-то, не хватает. Поэтому, в общем-то, настало время, когда нужно было изыскивать дополнительные средства для того, чтобы в большем объеме финансировать модернизацию нашего оборудования. При заключении контракта, расходы на модернизацию оборудования полностью берет на себя энергосервисная компания. Свои затраты она возвращает из экономии завода, полученной за счет внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, предприятию, нуждающемуся в модернизации, не приходится привлекать собственные средства или кредитоваться в банке. Причем энергосервисная компания не только устанавливает оборудование, но и осуществляет его полное техническое обслуживание на протяжении всего времени действия контракта. Потом оно переходит в собственность завода. В уже реализованные проекты мы инвестировали порядка 16 миллионов евро. Также предусмотрены инвестиции на сумму около 10 миллионов евро в проекты, которые в настоящий момент находятся на этапе разработки и строительства. Помимо этого, ведутся переговоры по другим, новым проектам. Сейчас на этом автомобильном заводе в рамках энергосервисного контракта реализуются три проекта. По оптимизации отопительной системы, по установке систем коррекции мощности и по производству сжатого воздуха. Это цех окраски автомобильных кузовов. Перед нанесением цветной эмали корпуса машин тщательно продувают сжатым воздухом. Это необходимо, чтобы удалить с поверхности металла все инородные включения. Малейшая пылинка приведет к браку лакокрасочного покрытия. Поэтому воздух перед использованием проходит тщательную фильтрацию. В дальнейшем он используется также и в окраске кузовов. В принципе, в процессе окраски вы используете ручный механизированный инструмент только с пневмоприводами. То есть работает только на воздухе. Электромеханический инструмент не применяется практически. Сжатый воздух используют на большинстве этапов производства автомобилей. Ну а сам газ получают на компрессорных станциях. Их модернизация – один из проектов энергосервисного контракта. Мы заменили на трех компрессорных станциях 18 старых компрессоров. Заменили их на 14 новых компрессоров. Причем мы получили даже большую мощность при установке этих компрессоров, чем было раньше. Чем существенно повысили надежность и сократили потребление электроэнергии, сократили утечки сжатого воздуха. В общем-то, эффективность существенно возросла. Это уже четвертая компрессорная станция, которая вскоре будет модернизирована. Сейчас здесь идет демонтаж старого оборудования. Работники электроинструментами по частям вырезают компрессоры, которые простояли здесь около 40 лет. Теперь их отправят в УТИ. Ну а вот так выглядит станция, которая уже прошла модернизацию. Эффективность новых установок, по словам экспертов, на 30% выше, чем у старого оборудования. Еще один проект, который уже сейчас приносит заводу существенную экономию, это модернизация тепловых пунктов. Мы находимся в теплопункте, входящем в отопительную систему завода. Вы видите старое оборудование, которое неэффективно регулировало подачу тепла. Компания брала тепло СТЭЦ, система регулировки не существовала, поэтому иногда наблюдался избыток тепла, иногда недостаток. Мы установили систему регулировки тепла, которая, основываясь на внешней температуре и температуре в отдельных помещениях завода, позволяет регулировать объем тепла потребляемой системы. Минимальная температура теплоносителя, который выдает ТЭЦ, 75 градусов Цельсия. Ниже она не опускается. Поэтому в демисезон производственные корпуса завода перетапливались. И за это еще приходилось переплачивать. Эту проблему удалось решить путем установки систем автоматического регулирования температур. Сейчас 15 тепловых пунктов завода оснащены таким оборудованием. Это уже дало 17% экономии тепловой энергии. Также сейчас частично завершается установка систем коррекции коэффициента мощности. Это третий проект завода в рамках энергосервисного контракта. В данный момент мы можем наблюдать монтаж одного из нашего корректоров. Сейчас после этого будут произведены окончательные диагностические работы, которые позволят выявить заверенную нами эффективность. И после этого блок можно сдавать будет в эксплуатацию и подтверждение показателей нашему заказчику. Это вентиляционная камера сборочно-кузовного производства. Все ее оборудование, включая двигатели, уже устарело и потому неэффективно потребляет электроэнергию. Вот этот прибор, корректор потребляемой мощности, позволит сократить нерациональное расходование ресурсов. Позволяет на сегодняшний день экономить до 7% потребления в среднем активной мощности, до 90% реактивной мощности и порядка 40% выделения полной мощности, что позволяет нам подключать некоторые токоприемники, не потребляя у энергосбытовых компаний дополнительных мощностей. Этот прибор – ноу-хау российских ученых, поэтому принцип его действия они пока не раскрывают. На предприятии, тем не менее, уже оценили эффективность корректора, поэтому планы по его установке будут увеличены. Также сейчас на стадии обсуждений находится 4-й проект энергосервисного контракта. По предварительным подсчетам, только на основной площадке предприятия работает более 100 тысяч светильников – все устаревших моделей. Их планируют заменить на энергоэффективные – люминесцентные или светодиодные. Какая в результате этого получится экономия, пока спрогнозировать трудно. Но по трём уже реализуемым проектам в этом году чистая экономия завода составит порядка 65 миллионов рублей. В дальнейшем эта сумма будет только увеличиваться. Как, по прогнозам экспертов, будет увеличиваться и количество энергосервисных контрактов в России? Европейские компании всегда уделяли большое внимание инвестициям в модернизацию системы производства энергоносителей. В России же эти инвестиции не всегда осуществлялись, поэтому многие технологии устарели. В Европе в результате 10 аудитов можно выявить 4-5 проектов, в то время как в России 30-40. Это также связано с тем, что в России ожидается значительный рост цен на энергоносители, а поэтому потребность в экономии на производстве энергоносителей и на использовании энергоресурсов на российском рынке будет только повышаться. В связи с намечающимся ростом цен на энергоносители актуальным становится и энергосбережение в быту. Так учёные физического института имени Лебедева изобрели экономный дисплей. Сегодня в мире производится около 1 миллиарда жидкокристаллических приборов в год. В подавляющем большинстве экраны таких устройств изготовлены на основе жидких кристаллов нематического типа. В них молекулы расположены параллельно друг к другу. Жидкие кристаллы – это, в общем, органические соединения, которые отличаются от обычных органических соединений тем, что при нагревании, например, они не из кристаллической формы, не переходят сразу в изотропную, то есть в прозрачную форму, а имеют некое промежуточное состояние, где сохраняются какие-то особенности кристаллические, но они уже текучие, жидкие. Вот это вот температурный интервал и называется жидкокристаллическим состоянием. В институте разработали новые жидкокристаллические материалы – сигнеты электрики. Они имеют слоистую структуру и срабатывают на электрический сигнал почти в тысячу раз быстрее, чем распространенные сегодня нематические кристаллы. Эта высокая скорость срабатывания может быть конвертирована в значительное удешевление производства дисплея примерно в полтора раза, а также в понижение энергопотребления до десяти раз. Кроме того, возможно создание портативных дисплеев, которые являются дисплеями проекционного типа и будут помещаться внутри мобильного телефона. На основе полученных сигнеты электриков в институте были созданы ЖК-ячейки нового типа. Говоря проще, это увеличенный в тысячи раз пиксель будущего дисплея. Эта разработка сотрудников института на 10 лет опередила мировые достижения в сфере жидких кристаллов. И в ближайших планах ученых закрепить это лидерство практически. О лидерстве России в развитии альтернативных источников энергии говорить пока не приходится. Их доля в общем объеме потребляемых ресурсов составляет всего несколько процентов. Органические источники топлива исчерпаем. И нам нужно думать о том, как преобразовать энергию Солнца, энергию ветра, энергию недр Земли для пользы человека. Другое дело, как это сделать с минимальными затратами, сегодня это не получается, к сожалению. И как это сделать без вреда для будущих поколений. Вот эта вот задача, наверное, одна из самых важных. Но пока эта задача не решена, имеющиеся природные ресурсы и получаемую из них энергию нужно не столько экономить, потому что в этом случае промышленность страны приостановится, сколько расходовать максимально эффективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова